На месте дома Толкангер-Жигитова появится детский сад, но ее дети в него никогда не пойдут. Акимат Астаны выделила Динойко-матери более 6 миллионов тенге, чтобы она освободила эту землю. Но купить жилье в другом месте женщина не может, а поэтому выселяться добровольно не спешит. Из 2000 года все дачные участки входят в черту города. И номера технических актов на землю имеют номера населенных пунктов. Это доказывает, что это жилье, что-что дачный участок. Земля-то ценится стоимость земли не от назначения, а от места расположения. Два года назад в этом районе снесли дом Елены Овчаровой. Сейчас она пришла поддержать соседку. Компенсации в 5 миллионов тенге ей не хватило на покупку квартиры. Последние два года ее семья снимает комнату в общежитии. На нашем месте построили многоквартирный жилой комплекс. Идет в открытую продажу квартир по 1500 долларов в квадратный метр. Продаются паркинги, офисные помещения, торговые помещения. А снесли нас под государственную нужду. Истории женщин судебных исполнителей мало интересуют. Они говорят, что Толкана Иржегитова должна была выполнить решение суда еще в прошлом году. Она сама получила денежные компенсации в сети земли. У нее уже она получила 15-го года, даже год назад. И она сама написала обязательства. Вот она сама уже признала, что написала обязательства. Вот здесь указано. Обязуюсь до 20 августа 2015 года. Она должна исполнить. В этот раз выселять семью Иржегитовых судебные исполнители не стали, так как матери троих детей не было дома. Представитель семьи Ольга Рубахова говорит, что они обратились в Генеральную прокуратуру и попросили наложить протест на изъятие и снос дома.